Здравствуйте! В Краевом Центре обсуждают серию нападений неизвестного мужчины на женщин. На сегодняшний день таких фактов уже три. Специалисты обращают внимание, что почерк у преступника одинаковой. Сегодня у нас в гостях известный психолог Ирина Зырянова. Мы с ней обсудим эту тему. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Как на самом деле часто происходят вот такие преступления в крупных и больших городах? Вот я, насколько знаю, вы практикующий психолог, уже 15 лет этим занимаетесь. Ну, к нам в прямом смысле сами маньяки не обращались. Периодически могут какие-то жертвы или люди, когда-то раньше пережившие такой случай, прийти отработать эту проблему. А вообще вот психология маньяка. Есть же наверняка клинические какие-то случаи. Вот кто человек подпадает под эту, скажем так, категорию, там, серийный убийца или насильник, ну, как в простой речи маньяк. Вот кто может стать таким человеком? Чаще всего это одержимый человек какой-то идеей или каким-то желанием. Возможно, переживший когда-то раньше сам травму, обиду нанесенную и начинает мстить за что-то. Это сознательно они делают или бессознательно? Опять же, тоже мы знаем по кинематографу или там по художественной литературе, что, не знаю, луна взошла, полнолуние, у него что-то переклинивает в голове, он берет там нож, я не знаю, надевает шапку на голову и идет на преступление. Что вообще влияет с точки зрения психологии? Ну, специалистами принято считать, что смена погоды, смена времени года может повлиять как-то. Чаще всего это может быть совершено осенью. Осенью или весной, да? Вот эти вот так называемые вот эти вот весенние-осенние обострения, да? То есть все-таки они существуют на самом деле, да? Это не миф какой-то, да? Вы сказали, что под такую категорию все-таки чаще всего попадают люди с нездоровой психикой, я так понимаю, да? С травмой здоровой? Да, неблагополучной в любом случае. Это какая-то могла быть травма физическая в детстве или в процессе жизни случайно. Вы знаете, вот Голливуд тоже любит эту тему развивать, что, допустим, неполная семья, да, отец ушел, и вот как бы это является психологической травмой. Либо другой вариант такой, он может тоже был жертвой насилия, в смысле он мог быть изнасилован там в детстве или где-то в тюрьме. Вот могло бы это повлиять на человека? Могло, конечно. Он много лет мог вынашивать эту обиду, ее как-то рисовать и представлять себе, и в итоге все-таки решиться на это. Насколько сложно, ну вот, может быть, вы тоже, не знаю, насколько там, как бы эти все случаи отслеживаете, насколько сложно прочитать этого маньяка? Вот мы сейчас обсуждаем, говорим, что уже три подобных преступления совершено, они действительно похожи по почерку, да? Человек одевается одинаково, совершает преступление в одно и то же ночное время. Все, в общем-то, говорит о том, что все-таки это один тот же человек, ну не говоря уже, что есть даже фоторобот на него похожий. Вот насколько сложно вычислить этих маньяков? Вот можно сказать, что они там дьявольски хитрые, допустим, или нет? Конечно, их очень тяжело вычислить. Они действительно стараются быть незаметными, одеваться как-то незрачно, конечно, прятать лицо, там могут быть кепки или какие-то шапочки. Они действительно там, не знаю, готовятся, просчитывают это все, да? Не так спонтанно, да? Что даже вот здесь вот его до сих пор не задержали. Ну, это может быть два варианта. Он действительно может просчитывать и представлять и караулить долго жертву, или наоборот. Произвести спонтанно, да, увидел и все, и пошел. Ну, а с точки зрения жертвы, да, скажем так, существует тоже много там советов, знаете, там, поведение, да? Но есть четкие, насколько я знаю, психологические как бы, да, правила там о том, как себя вести, если ты, ну, действительно оказался жертвой маньяка, серийного убийцы, прочее, прочее. Вот есть такие советы? Да, они уже давно кругом выписаны, предложены людям, они как бы… Ну, сформулированы уже, да, то есть где-то и уже просчитаны, то есть там… А можно сказать, рассказать об этих советах, то есть вот, ну, может подробнее вообще? Самое главное – не впадать в панику. Если все-таки вы попали в такую ситуацию, это самое главное – не впадать в панику. Это сложно, но нужно попытаться сконцентрироваться и быть на чеку. Значит, если есть возможность бежать и видит человек, что кто-то там есть другие люди или какие-то магазины, здания, может быть, проезжающие машины, постараться привлечь внимание, кричать и бежать. Использовать все, что есть в женской сумочке, а там можно много чего найти. Какие-то булавки, шпильки, может быть, ножницы, что-то острое. Если у кого-то есть баллончики с собой, тоже обязательно. То, в принципе, можно ими воспользоваться, да? Да, главное, чтобы это не было в закрытом помещении. А это не вызовет дополнительную агрессию со стороны вот этого маньяка? Трудно угадать, может быть, но, по крайней мере, что это будет какая-то минута или секунда шока, который можно использовать и убежать, или еще какое-то действие сделать. Ударить ногой в пах, да, или в переносицу нанести удар. То, что не ходить в одиночестве вечером – это, конечно, самое главное условие. Всегда нужно с кем-то соблюдать время. Режим, да, вот мы, кстати, тоже обратили внимание, что в ночное время, да, сколько, как бы, говорили людей, и уже вот эти вот случаи, произошедшие, везде об этом пишут и говорят, и все равно молодые там женщины ходят ночью, как говорится, в одиночестве. Понятно, что есть ночные смены, и женщинам нужно возвращаться, но постараться, по крайней мере, привлечь кого-то. Или родственников, или мужей, или знакомых, или подруг с кем отработали. Ну, по одиночеству не ходить. Самая сейчас фишка, когда у нас люди ходят с телефонами, отвлекаются и теряют бдительность. В наушниках, вставившись в свой айфон, то есть идут, не видя, что перед глазами, на самом деле. Что может помешать быть объективным и увидеть ситуацию, которая может быть угрожающей. Если ты все-таки увидел этого человека, значит, все-таки надо постараться от него сбежать. Наоборот, то есть не впадать, там, не знаю, в столбняк, а все-таки попытаться от него каким-то образом сбежать. Ну и, как вы говорите, кричать, да? Кричать там пожар. Да, кричать пожар или какие-то еще другие вещи. Если это уже случилось, произошло, какую-то психологическую помощь человек должен получить тоже. Это важно ведь, наверное, то, что эта психологическая травма не была такой серьезной. Конечно, конечно. Обязательно прийти к специалисту, обратиться за помощью, мы, конечно, с удовольствием окажем. А такие были тоже к вам обращения за вашу практику тоже? Ну, я понимаю, что это все анонимно, это там тайно. Вообще, таких вот преступлений, насколько я знаю, тоже, многие остаются... Просто никто не хочет афишировать. Просто говорят, что половина. На самом деле, в два раза больше, можно сказать, что таких подобных преступлений, которые... Обращаются женщины тоже? В моей практике таких не было. Это было просто домашнее насилие. Они испытывают там чувство вины, я не знаю. Вот может произойти такое, что он самостоятельно признается в своих преступлениях? Или нет? Или такого тоже никогда не бывает? Он все-таки будет это прятать, в себе скрывать? Двойственное чувство. Сначала они испытывают удовольствие от того, что они властвуют над кем-то. У кого-то могут со временем появиться чувства вины, и они начинают это испытывать. Но они опять же могут из-за этого длительного чувства вины начать опять совершать какие-то преступления. Были случаи в истории, когда в одном человеке уживалось там несколько десятков даже личностей. То есть даже психиатрия знает такие вот случаи. Вот здесь вот может быть такой вариант, что человек может сказать, да это не я совершал преступление, это вот мое второе альтер-эго. Ну, это будет устанавливать судебные экспертизы. А можно так установить, что врет человек или на самом деле у него раздвоение личности? Конечно. А вот это вот, то есть это и есть шизофрения, да, получается? Один из вариантов. Тогда такой вариант может быть, что этот человек где-то наблюдался уже, да, и его можно, в принципе, найти благодаря, не знаю, медицинским картам или обращениям его. То есть мог человек обращаться с какими-то подобными проблемами? Не исключено. Ирина, тогда мы еще раз дадим основные советы, да. В первую очередь, вот в этот период, когда мы знаем, очень действительно сложно сейчас, и опасность реальная. Во-первых, да, не ходить в ночное время поодиночке, женщинам, да, к мы обращаемся, да. Во-вторых, то есть избегать всяких темных, там, не знаю, переулков, неосвещенных улиц и прочее, прочее. О злачных местах мы вообще не говорим, да. Если вы заботитесь о своем здоровье и даже жизни, то есть это самое необходимое. Если вдруг есть необходимость, действительно, там, работы и прочее, прочее, то нужно сопровождающим обязательно, там, не знаю, с подругой, с другом, там, с членом семьи, чтобы они проводили, я так понимаю, да. Не отвлекаться на телефоны. Да. И если вдруг что-то произошло, как мы с вами уже говорили, то есть постараться надо либо все-таки убежать от этого человека, либо привлечь внимание. Спасибо за внимание, окружающих. Ладно, спасибо, спасибо большое за беседу, до новых встреч. Спасибо. Все хорошо. Я напоминаю, что у нас в гостях была известная психолог Ирина Зырянова. Спасибо за внимание, до встречи.